Добрый день! С вами Наталья. Сегодня, дорогие зрители нашего канала, я хочу вам показать, как зимует белочай, беложилковый или эофорбия. У меня есть два экземпляра. Сначала был один, потом я еще купила еще одного малыша. Что я хочу сказать? Вот это большое растение я купила осенью в 2016 году. Потом есть видео, как он приболел от перепада температуры. И у него было много желтых листиков, они осыпались. Я дам ссылочку в конце видео. Вы можете посмотреть, кому интересно. Эту растишку я купила осенью 2017. Обе эти растишечки были размером со спичечный коробочек. И вот, посмотрите, с осени 2016 сентября, как выросло это растение. Вот, как у него сформировался стволик. Видите, как интересно. И вот, с осени 2017 вот, как сформировался стволик у малыша. Что хочу сказать для тех, кто только зашел на мой канал об этом растении. Это очень неприхотливое, совершенно удивительное растение, которое напоминает пальмечку. за ним легко ухаживать. Оно очень красивое. Вот я уже говорила, у него необычный ствол. Правда, делаю акцент для того, чтобы оно смотрелось это растение красиво. Его нужно специально формировать. То есть, видите, вот у меня, кто заходит ко мне постоянно или часто, знает, что у меня очень много растений на балконе, на подоконниках. Еще я занимаюсь дачей. Поэтому, когда появляются моменты посадки семян на рассаду, мест на подоконнике для цветов не очень-то и хватает. Чтобы это растение росло ровно, симметрично, его периодически надо поворачивать. Вот видите, из-за недостатка места вот этими листиками оно упиралось к окну. Поэтому оно имеет несимметричный вид. Здесь этому растению было немного больше места. То есть, периодически я поворачиваю раз в месяц. Не надо его крутить так сильно, потому что, мало ли, закружится голова, что называется, отвалятся листики. Раз в месяц я понемножечку, так постепенно поворачиваю это растение для того, чтобы оно формировалось симметрично. У него был более прямой стволик и красивые листва. Вот если так вот вытянуть эти два листика, то листва получаются более симметричные. Раз в месяц я протираю листики влажной тряпочкой. Подевать его нужно умеренно зимой. Но если вы там чуть-чуть пересушили почву для взрослого растения, это не скажется отрицательным моментом. Но с малышами нужно быть аккуратнее, чтобы они не засохли. Конечно, это уже не малыш. А вот был такой крохотульчик, один и второй, как спичечный коробочек, представьте себе. Маленький вазончик и вот такая крохотулечка красивенькая была. Вот почему беложилковый, потому что у него здесь жилочки, если приблизиться, сейчас они не так видны, они к лету более ярко будут видны. Вот такие полосочки. С другой стороны листики имеют вот такой цвет. Они более бледные снизу. Очень красивое, неприхотливое растение, которое размножается семенами. Но еще это растение у меня не размножалось, семенами не стрелялось, поэтому я купила еще эту малышку. Моя любовь к бабушкам, которые стоят и продают, продают растения неиссякаемо, поэтому даже если нет иногда места, но там же стоит старушечка. И вот Манюнечку я у нее купила. Так она так была счастлива, когда я купила этого малыша вот такой Масюнечки коробочек, вазончик, она мне завязывала, стояла в кулечек, подпирала картончиком, чтобы я его донесла нормально. Вот такие красивые милые растения. Но зимой, конечно, нужно поливать их чуть меньше. Желательно все-таки со всеми растениями, если вы уже знакомы со многими растениями, вы примерно знаете как. Переуложнять почву не нужно, трогайте земляной ком. Если он еще влажный, то совершенно не нужно это переуложнение никому, чтобы не сгнили корни. Абсолютно не нужно много воды наливать. Здесь я иногда в это взрослое растение, в маленькое нет, я подсыпаю заварку. Спитой чай добавляю сюда. Добавляю спитой чай, потом немножечко на поверхности подсыхает. Я перед поливом спушиваю земель. спитой низу достаю землю и вот эти листики перемешиваются с землей. Получается очень хорошая плодородная почва. Поэтому, если хотите такие растения, то они очень милые и неприхотливые. Но не переливайте их, не стоит. Вот такие два молоча у меня живут в квартире. Мне просто задавали вопросы, как они у вас, в смысле, я не помню, показывали я это второе растение, как-то не помню. Но мне задали вопрос, как ухаживать за молочаем зимой, как вы ухаживаете и покажите нам свой молочай, кто знает, что это растение у меня в прошлом году болело. Поэтому, вот я по просьбам зрителей вам показываю. Я показываю вот этого еще красавчика маленького. Так что, если вам понравилось это видео, поднимайте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и всего доброго, до новых встреч, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...